Ее в принципе у Бишкеки у молодежи нет, нас никто этому не учит. Просрут все деньги, ни один не отдал, ни один. Примерно 2,5 миллиона рублей. Чувак с Бишкека приехал один с семьей. Продавая дорого, ставят говно, а ночью делал салат. Мы не были к этому готовы, мы максимально обосрались. Бишкеки, я тоже не буду говорить фамилии, мне кинули. Полтора миллиона рублей, все, их нет. Качество, которое ставят в Дубае, люди себе домой вину за миллион долларов, намного хуже, чем мы ставили какой-то шаг. Тогда с богатой с тебя так спросят, что так, как бедный даже не умеет спрашивать. Привет, меня зовут Космолеев Бахтяр, основатель сообщества ОСК, отзывы строительных компаний. В прошлом КВНЧ, чемпион высшей лиги. На этом канале мы будем говорить про безопасную покупку для себя и инвестицию в недвижимость. Как сохранить свои деньги и не купить кота в мешке. Выпуски каждую неделю. А ты подписывайся, присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Всем привет, чтобы снять этот влог, мы едем с вами в Москву. Сегодня будет история обычного парня, который родом с Иссыкуля. В этом выпуске он расскажет, через что он прошел, как он построил бизнес с нуля в Бишкеке, потом продал и начал все заново в Москве. И сейчас, каких он высот достиг, мы пойдем и узнаем. Герой нашего влога зовут его Артем Лапин. Почему именно на нашем канале мы будем рассказывать про его историю? Потому что он тоже инвестирует в недвижимость. Он инвестировал в бишкекскую недвижимость, сейчас инвестирует в дубайскую недвижимость. Также хочет инвестировать в московскую недвижимость. И он расскажет, куда стоит инвестировать, куда не стоит вообще его взгляд на инвестиции. Перед тем, как мы начнем наш влог, уважаемые зрители, те, кто хочет купить сейчас в Бишкеке себе квартиру, мы делаем специально для вас большую офлайн-встречу, где мы с вами вживую встретимся и расскажем, как купить себе безопасно квартиру в Бишкеке. Расскажем 5 основных ошибок перед покупкой квартиры. И покажем, на что нужно обращать, чтобы вы сами понимали, что вы покупаете. Чтобы вы сами разбирались в этих документах. У нас будет большая офлайн-встреча. Желающие попасть на это мероприятие, специально для вас мы оставим в ссылочке анкету, заполняйте ее и 19 мая у нас пройдет офлайн-встреча. Успей заполнить ее и прислать нам. А мы начинаем. Так, в общем, мы пришли, ребята, с вами, кому обещали. И у него есть шоурум в одном из больших ТЦ-шек. Пойдем посмотрим шоурум и сразу же познакомимся с ним. Привет, привет. Привет, привет. Мы не виделись, да. Ребят, вот это тот человек, который хороший предприниматель, который успешный. Это он немного стесняется. И говорит, я какой я успешный здесь миллиардами. Говорит, а у меня всего лишь миллионы. Короче, у него оборотка. Давай сразу скажи, пожалуйста. Да, всем привет. Я Артем. Я предприниматель. Очень скромный предприниматель. Человек, которого оборотка. Ну, в прошлом году, да, у меня три направления. По ним мы в сумме сделали 160 миллионов рублей. 160 миллионов рублей. Это в год? Ну, за год, да. За год, да, оборотка. Чуть больше 2 миллионов долларов. Ну, в месяц у нас средняя оборотка получалась от 9 до 12. Если просто поделить на 12, там, ну, там, можно посчитать от 9 до 12 до 13. Ну, были месяца, где 15 миллионов, были месяца, где 11. В среднем так. Где-то 12-15 миллионов оборотки рублей, да, правильно? Да, рублей. Пока рублей, да. Пока рублей. Ну, есть планы, там, типа, Дубая, Штубая? Ну, в Дубае была попытка у меня в этом году. Как раз-таки я попробовал в марте, в апреле, в мае попытался там открыть бизнес. Точнее, открыл бизнес, открыл компанию, мы начали работать. Но пока я поставил на тормоза. Он сам с Бишкека. Да, вообще я с Каракола, я из Сикульски. Да, он из Сикульски, так что, ребята, имейте в виду. И он занимался стеклами, занимался, значит, фурнитурой. Перегородки, душевые. В общем, все, что в Бишкеке вы ходите, в спортзалы, в банки, в вефо-центре, то, что вы ходите, заходите, кофе пьете, одежду покупаете. Там часть наших перегородок. Ребят, когда начинался бум перегородок, он был в истоках. То есть он создавал команду, группу и организацию, большую компанию он создал. И я просто вперед забегая, пик Артема был Азиамол. Помните, Азиамол, когда начал строиться, полностью остекление, тендер выиграл ты. И ты его застеклял. Ну, нет, остекление внутреннее, не все остекление. Там еще фасад красивый. Фасад я не стал участвовать в тендере, я бы его не вывез. Мы все бучки делали. Все, что вы видите, все бучки. Там 124, по-моему, бучка было. Сейчас там половину все переделали. Но вот именно первые бучки, которые, когда он только открылся, все стекла были наши. Это все ты? Ну да, да. После этого... Ну, я и еще там 20 человек монтажников. После этого ты понял, что это потолок твой и ты... Ну, после этого мы еще, скажем так, бодались за Дордой Плазу. Но по определенным национальным ситуациям у нас это не получилось. И я понял, что окей, круто, объем классный, оборотка классная, интересная. А что дальше? Следующий торговый центр будет лет через 5. Будет, не будет, большой вопрос. Дадут ли мне, русскому парню. Потому что ситуация с Азиамолом, я это называю как бы подарок от бога. То есть, ну, русский парень, 21 год. Такой большой... Ты владельца Азиамола богом называешь? Ну, нет. Он повлиял, чтобы со мной так... Они работали. Вот. Поэтому это было круто, это было интересно, классно. Я до сих пор не верю, чтобы это получилось. Ну, потому что я говорю, русский парень, 20 лет. Вообще... Тебе было 20 лет, что ли? 21. 21. Об этом немного попозже, по цифрам. Давай немного маленький шоурум сделать. А, ну, давай. У тебя есть... Вот ты приехал сюда. У тебя... Ты занимаешься тем же самым? Ну, сейчас я делаю больше, чем там. Появились еще дополнительные ниши. Вот так скажем. Ну, первое, скажем так, это грейсингласс. Бишкеки мы называли стеклострой. Мы, кстати, цвета взяли те, которые были в стеклострое. Он до сих пор существует. Я продал бизнес. Перегородки, где есть там профиля, петли, ручки и так далее. И мы просто приезжаем на объекты, монтируем, режем, ставим стекла и так далее. Потом появился тренд на вот такие всякие лофт-перегородки, но она пока не доделанная. То есть это большие мощные каркасы, которые варятся на производстве, сварщиками, там, обрабатываются, красятся. И мы потом эти каркасы уже непосредственно приводим. Все, что связано с этими дверями, вот эти вот фурнитуры, все твое. Ну, именно эту фурнитуру мы покупаем, она европейская. Но вот варим, спилим, режем, сверлим у нас, да, производство, цех, монтируем, да, все это делаем сами. Это как бы родилось, в Бишкеке я этим не занимался, это родилось здесь, потому что, ну, грубо говоря, приезжаешь на объект, там, ставить какие-то двери или душевые. А тут как бы люди ставят перегородки. Мне дизайнеры говорят, а что мы в двух местах, начинай, давай мы тебе все будем отдавать. И мы начали, я открыл цех, мы начали эту историю варить. Параллельно со всей этой историей, вот эти все петли, ручки, профиля мы закупали у поставщиков. И как бы мы закупали, закупали. В Бишкеке, когда я жил, я начал потихонечку знакомиться с Китаем, и мы под свои объекты начали привозить. Привозили, привозили, ставили. Вот, допустим, бизнес-центр Максимум, у них внизу есть спортзал, тоже Максимум, по-моему, называется. Вот, вот все перегородки, все душевые, все вот эти стеклянные двери, там, кстати, точно такие же замки, петли, все стоит. Это вот тоже мы делали. Брат, я там моюсь. А, серьезно? Прикольно. Вот, там стоит вся фурнитура, которую я привез в Китай. Кроме того, что я зарабатываю на изделия там и так далее, я еще и начал на фурнитуре. Потому что конкуренту она обходится там тысячу рублей, грубо говоря, мне 500, я и там, и там заработал, а если нужно подвинуться, я, грубо говоря, просто могу там вообще уронить. Ну, если обычно на таких объектах и приходится уронять там. Чем больше я в эту историю все погружался, это было больше интересно. И, соответственно, я, ну, начал искать другие заводы, там, смотреть, что делают другие компании. И мы возили, возили, возили и так на привозили, что там на сегодня у меня склад на несколько, да, там, миллионов долларов. Мы стали ее продавать. То есть мы сделали интернет-магазин и стали ее продавать. Конечно, я не буду говорить, что мы там все придумываем. Мы берем классные европейские бренды, что-то мне в них нравится, что-то мы дорабатываем, там, покрытие, какие-то крышечки, там, чтобы, ну, допустим, вот, к примеру, покажу вот эта петля. Раньше она выглядела страшно, да. Ну, немцы, например, делают крышечки. Вот такие вот декоративные. И у немцев эта петля, там, стоит, не знаю, там, 20 тысяч рублей. И на нее есть спрос. Но почему бы ее не делать? Мы делаем качество абсолютно не хуже. И она не стоит 20 тысяч рублей. Она стоит 6 тысяч рублей. И их, конечно, с удовольствием покупают. И мы, как бы, то, что мы продаем, то, что мы, ну, я называю, производим, по факту, как бы, это контрактная производство, то есть по нашим чертежам. Ну, по нашим каким? Что-то берем, дорабатываем. Вот я говорю, вот такая петля, например, она у нас у единственных. Есть у конкурентов, но у них там крышечки, они там пластиковые, они просто ляпают их на скотч. Мы там доработали, сделали вот так. Это намного красивее, это, ну, приятнее с этим работать. И, соответственно, родилось, как бы, вот третье направление. Вот оно, Great Hope. Тоже название назвал не просто так. Hope, типа, надежда, там, быть лидером. Вот. А Great, это просто мы Hope не смогли зарегистрировать. Нам, говорят, еще слово добавьте, поэтому великая надежда. Вот. И вот так родился, как бы, третий бренд. И вот все эти вещи мы, как бы, делаем и продаем стекольщикам. Вот я сейчас так по определенным причинам последние дни много нахожусь на складе. И вот там за вот эти, сегодня что, пятница, четверг, там отгрузки были Барнаул, Новосибирск, Пермь, там, ну и много-много. То есть мы по всей России. Примерно 60 городов у нас покупают. 60 городов покупают фурнитуру. Фурнитуру, да. Только фурнитуру. Только фурнитуру. Это покупают, грубо говоря, коллеги по цеху, да, так скажем. И московские тоже покупают. И если честно, я им с удовольствием продаю, пусть у них еще больше будет объектов. Я им даже свои готов отдавать. То есть смотри, три направления. Первое, это стекло. Стекло, то есть замеры, монтажи, проектирование, вся эта история. Второе, это у нас. Это тоже как бы стекло, но тут еще добавляется производство металлическое. То есть нам приходится варить, резать, да, гнуть, там, красить и так далее. И третье, это чисто фурнитура. Это фурнитура. Что больше всего приносит денег? Денег приносит все, но на сегодня самый любимый бизнес – это фурнитура. Фурнитура, да. Потому что как бы с того я уже перерос. Ну, прикольно, когда ты осознаешь, что ты, блин, отгружаешь всей России. И в Казахстан мы отгружаем, и в Кыргызстан мы даже отправляем. И в Белоруссию вообще мы очень много продаем. Вот. И это как бы, ну, прикольно. Либо ты там, не знаю, поставил, там, Рублевка, Химки, Кремль, там, что-то поставил. Либо ты, блин, всей России продаешь. Ну, это прикольно. Еще такая маленькая история, на самом деле, когда я делал ремонт у себя дома. Ну, да, кстати, я забыл. Ты помогал мне устанавливать душевую. Да. И как раз я… Я ее, кстати, сам даже замерял тогда. Да, да, да. В тот момент… Ну, да, там было два с половиной человека в команде. И я помню, что вот это каленое стекло, я тогда познакомился с этим. Да, с ним вот так можно делать. Да, то есть бить, мы, помню, кидали туда этот… Камень, бросались. Начинал на путь, вот этот вот строительный путь, и тогда я что-то понимал вот в этих вот материалах, начал разбираться. Ты дорос до такого момента, что у тебя в Москве, условно, есть свой шоу-рум, есть разнообразие. Расскажи теперь, чем отличается от того бишкекского парня, который ставил мне лично сам душевую. Какие душевые у тебя сейчас есть? Что есть? Ну, глобально, если говорить про изделие, то мы тебе ставили обычное стекло, здесь осветленное. То есть там мы, в принципе, всем ставили обычное, оно зеленый оттенок имеет. То есть если взять сейчас листок бумаги и поставить рядом с обычным и осветленным, то видно, что оно зеленым отдает. А там, где осветленное, бумага белая останется. Но там ставили, ну, там, в принципе, ничего другого не было. Ну, хотя мы стекло из Казахстана в изделии, оно было, оно стоило очень дорого. Здесь, как бы, если говорить об изделиях, тут все осветленное, никаких зеленых оттенков. Естественно, это дороже, и само изделие выглядит, как бы, богаче. Если говорить про фурнитуру, вообще в целом, про качество монтажа, про качество уплотнителей, вот мы их тоже, как бы, сами производим. Они, ну, там, скажем, с синим оттенком. То есть все, что есть в бишкеке, оно с синим оттенком. Обидно, что там, в принципе, всем на это пофиг, но, наверное, потому что просто не видели со светлым. Если показать, ты уже синий никогда не купишь. Очень круто, что он душой и сердцем болеет за качество в Кыргызстане. Ну, там сильно рынок уронили и ставят самый-самый дешман. Я вот был же летом, там, ну, грустно. По поводу вот там тех же уплотнителей, то есть они классные, суперпрозрачные, синевым оттенком, синим оттенком не отдают. Кстати, мы еще с Германией, ну, уже не будем мы с Германией возить, но еще есть запасы, которые произвели в Германии. Вот. По поводу там петель, например, да, у тебя там была стандартная петля, ее до сих пор, вот прошло, считай, 6 лет, ее в бишкеке до сих пор все ставят. Здесь уже совсем другая история, то есть она обтекаемая, она уплотнитель проходит полностью, там, не нужно ничего подрезать, то есть это, ну, красиво. Тебя, если помнишь, мы ставили круглую такую штангу сверху. Да, да, да. Вот, здесь, в принципе, ну, здесь их ставят, но это считается эконом. Вот, мы, допустим, ну, в основном ставим вот там квадратный, прямоугольный, вот там штанга 20 на 10, она, в принципе, здесь только у нас. Тоненькая, аккуратненькая такая вот. Ее стекольщики очень любят. Ну, кто попробовал, короче, кто ее попробовал, покупает только ее. Те, кто ее еще не купил у нас, вот, ну, коллеги, да, конкурентов по изделиям, они ее не используют. Я искренне не понимаю, почему. Вот, смотри, она с рядом, вот, да, крайняя, да, то есть она супертоненькая и жесткость у нее очень мощная. Вот, а есть еще вот эта история. Сейчас она, конечно, ее все сделали, скопировали, но в Москве именно мы первые, кто их привезли, это вот эти уголки. Уголки, да. Да, то есть они фиксируют стекло, видишь, здесь креплений нет, здесь креплений нет, то есть у тебя вот два крепления, здесь крепление. И две петли, все, ничего нет. Это, это красиво, это стильно, это пользуется спросом, это дорого, но нам приятно, что это дорого. Да, вот скажи, пожалуйста, вот материал здесь в каком классе, типа эконом, комфорт? Нет, это премиум, это премиум, это премиум, потому что, нет, ну, есть и варианты эконом, там, ручка, например, она может стоить 3000 рублей, а может стоить 13 тысяч рублей. Одна сделана там из трубы, а другая сделана. Вот эта ручка сделана, по сути, это был квадратный кусок латуни, это выточил робот на станке ЧПУ. Это как бы, ну, дорогое удовольствие, это, ну, зато с ней ничего не сделаешь, она не согнется, не погнется, ну, то есть ты, ну, она неубиваемая. Чуть-чуть там убиваемое покрытие, но опять же, если ты его гвоздем царапаешь, конечно, оно убиваемое. Я помню, Актем начинался вот именно с вот таких действий рекламировать душевые. Да, с твоей душевой мы так ходили, снимали, и ты ходил, снимал, я тогда прям гордился, что ух, у нас звезды, звезды появились. Нет, серьезно, да, серьезно, так, ну, это круто. Здесь так же сейчас работаете с медиа? Да, да, очень много блогеров, очень много актеров, у Сергея Бурунова стоят наши душевые. Серьезно? Да, 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 он, правда, не захотел за рекламу, ну, у него душевые там стоили, условно, 200, а реклама 2, 2 единички, вот, ему проще было заплатить, вот, там, потом у этих есть семья, там, Литик, у них бренд косметики, ну, девочки точно все знают, 100%. Политики есть, я не буду их фамилии говорить, а то мне с вами в Бишкек придется ехать, нет, есть, есть политики, есть, да, дядечки, куда ты приходишь, тебя там всего досматривают, там, охрана, проверка, машина, все, все оставляешь, там, не то, что снимать, там, даже звонить нельзя. Бишкеки, Бишкеки, я тоже не буду говорить фамилии, их там, у меня список намного больше, чем здесь, там, записная книжка очень серьезная. Мы можем поговорить о оборотке той, когда ты вышел на максимум в Бишкеке, и когда ты решил сюда переехать. И вообще историю становления здесь. Там средний оборот без больших каких-то сделок, это, там, от одного до трех миллионов сомов, потом, естественно, вот эта знаковая сделка Азимо, в принципе, я там не подписывал о неразглашении, никакой информации, там, вышло, ну, по тому курсу это было чуть больше 300 тысяч долларов, 19-20 миллионов сомов. Ну, я бы ее к общей оборотке не приписывал, потому что это было один раз, поэтому ее, как бы, не берем. Ну, и плюс сделка растянулась. В марте мы подписались, ну, в августе мы, там, они открылись на День независимости, 31 августа. Вот, считай, за 6 месяцев, то есть если так разбить на 18-20 миллионов на 6 месяцев, 18-20 не помню. У людей наверняка там будет складываться, что это обычное интервью, там, типа, успех-успех, туда-сюда, но я знаю эту историю другую вообще, как ты к этому проходил. Ты в Москве когда пришел, расскажи вообще моменты, когда не все же сразу получилось. Самое большое, правильное и в тот же момент тяжелое действие, которое я сделал, я в Пешкеке сжег все мосты. У меня там были кое-какие активы, я их продал, я продал бизнес, и причем продал его другу, чтобы, ну, то есть вариантов вернуться не было, хотя очень хотелось. Потому что там, грубо говоря, ты ездишь на хорошей машине, ходишь в хорошие рестораны, ешь, отдыхаешь, живешь в любой гостинице, ну, на Иссыкуле, там, в горах, где хочешь, что хочешь делаешь, и нормально все. Сюда я приехал, ну, нормально все, это были последний год перед уездом, а так-то тоже там пахать приходилось много. А сюда я приехал, у меня никого нет, команды нет, меня вообще никто не знает, ничего нет, вот рулетка, вот образцы, и то образцы пришлось еще у коллег покупать. Ну и все, и вперед, дал рекламу, и вперед по замерам. Все с нуля, да, все с нуля. То же самое я сделал в этом году с Дубаем, но мосты я не сжег, возможно, поэтому я вернулся обратно. Видимо, уже в этом году я не стал таким радикальным, но оно и не сработало. То есть, если бы некуда было возвращаться, то, может быть, и там бы сработало. Но пока Дубай на паузе. Ну, у меня есть желание, чисто вот первый раз, грубо говоря, там, обосрался. Ну, хотя это вопрос еще спорный, обосрался или просто этому рынку не нужно это качество. Пока я объясняю себе и другим, что оно, в принципе, им не нужно, они не готовы за это платить. Они готовы застоять в Louis Vuitton и в Rolex в очереди, потому что это круто, это понты. Но домой приезжать на Ferrari, но себе ставить душевую там. Ну, вот я тебе рассказывал там в личном общении, что там качество, которое ставят в Дубае, люди себе домой вину за миллион долларов намного хуже, чем мы ставили в Койташе или там, не знаю, где-нибудь вверху. Хотя какой-то аж хороший, и дома хорошие. Но мы там качественней 6 лет назад ставили, чем сегодня чувак виллу за миллион долларов на Ferrari ставит себе там. Чайлай – это понты. Это понты, это прям вот мега понты. Я ехал туда за деньгами, я там никогда не был, я сразу поехал открывать там бизнес. Офигенная упаковка, внутри которой, ну, я резидент, я не буду сильно говорить, а то заберут у меня резидентство Эмиратов. Ну, то есть, это красиво, это классно, вот внешне все классно, ну, и там хорошо. Я не спорю, там вкусно в ресторанах, все. Но я-то, мне что эти рестораны? Я туда ехал зарабатывать деньги. Я не планировал там жить и не планирую, да, но я ехал туда зарабатывать деньги. Но в моей именно нише, если бы я там Ferrari продавал или в аренду сдавал, ну, может быть, у меня бы все было хорошо. Я-то ехал в нишу стройки, а стройка московская и стройка тубайская, блин, ну, это разные стройки. Ну, брат, ты просто надо было золотые душевые, правда? Ну, типа, да. Золотые, этот, позолоченные. Позолоченные, именно такие, со стразами. Окей, смотри, наш влог, он связан больше с недвижимостью, почему сегодня я встретился с тобой. Я знаю, что помимо твоего бизнеса и привязанности к Кыргызстану, помимо этого у тебя есть еще история с недвижимостью. Так как у нас есть уже ответвление, инвестиции в недвижимость, расскажи вам здесь историю свою, связанную с инвестицией в недвижимость. Есть ли она у тебя, во-первых, во-вторых, где она, если мы можем про это говорить? И вообще, есть ли какие-то цифры, рост вообще? Первая моя недвижимость, это была в Бишкеке. Я уже там не жил, я был в Москве, но знакомый застройщик строил дома, и я как бы зашел с котлована. Была хорошая цена, хорошие условия, хорошая рассрочка. Это Мичуринские кварталы, мне предложили. Я зашел, взял одну квартиру, процентов заработал в хорошую. Потом продал квартиру, и вот пошла история с фурнитурой, все, что это, ушло в фурнитуру. Потом был опыт недвижки здесь, это покупка земли. Купил, чтобы построить дом, продать. Началась вот эта история с коронавирусом, цены там полетели вверх, фурнитура развивалась, и, короче, я опять продал. Хороший был прирост, и все ушло в фурнитуру. Важный момент, который надо всем навсегда запомнить. Это моя большая ошибка. Продали недвижимость, на эти деньги нужно покупать только недвижимость. Ни фурнитура, ничего другого, никаких бизнесов быть не должно. Может быть, разницу еще можно забрать, которую ты заработаешь. Но основной капитал, условно говоря, купил ты на тысячу долларов, землю продал ее на полторы, тысячу ты должен куда-то обязательно в недвижимость воткнуть. Потому что, когда ты продаешь недвижимость, у тебя нормальная котлета денег. Но теперь, чтобы мне эту котлету вытащить, фурнитуры, вот так, по копеечке, по копеечке, ну, это сложно, потому что все время нужно что-то куда-то дальше в развитие, в рост и так далее, и собрать как бы нормальную сумму денег теперь сложно. А так, когда есть недвижка, продал, разницу забрал, там, условно, прибыль забрал, остальное опять вернул. Ну, это я сегодня к этому пришел, я еще так пока не делаю, но вот мой опыт такой. Так что, ребят, совет такой, чтобы не профукать свои деньги заработанные, вкладывайте куда-нибудь. Верните в недвижку то, что вытащили. Ну, прибыль окей, можно еще там потратить. Так что это твердый продукт, ну, в плане того, что это такой совет человека, который уже обжегся, видимо. Ну, я как бы не обжегся, я зарабатываю на фурнитуре, но я сейчас, отматывая назад, понимаю, что, ну, я мог денег и в другом месте взять. Не обязательно было продавать, потому что сейчас, ну, в цифрах, да, условно, я там участок купил за 4, продал за 6, сейчас на нем построили дом, в который, я не знаю, ну, миллионов, ну, я смотрел этот дом, миллионов в 6 вложили, и сейчас продают за 18. И вопрос, кто тут на коне, да, условно говоря, я заработал 2, мог эти 6 вложить и заработать 8, понимаешь? Вау. И тут вопрос цифр. Да, фурнитура растет, развивается, я как бы их не просадил, эти деньги, да, там, ни в тачку, ни на рестораны, то есть, да, как бы я их переложил. Бывает такой момент, что самое лучшее, что можно сделать, это ничего не делать. Вот она бы стояла и стояла, да, и потихонечку растет. Куча движухи там, так-так, продал, вложил, переложил, и если сейчас по суммам посчитать, по деньгам, может быть, то на то бы и вышло, да. Только движений мало. Можно подытожить, смотри, если ты в этом не разбираешься, лучше не дергаться. Если бы ты в этом разбирался, бы ты понимал, там, ты бы изучил рынок, ты бы сказал, так, подожди, это может быть тропало. С другой стороны, если я этих движений не сделал, я бы сейчас не пришел к этому вывозу. Я бы жалел, вот, фурнитуру не вложим, надо было вложить, вдруг бы я там... Сейчас я как бы понимаю. Ну, я как бы на этом не остановился и пошел дальше по недвижке. То есть была там некая пауза, чтобы чуть-чуть аккумулировать денег. Ну, и пошла дальше история. Объект есть в Дубай с рассрочкой. От момента от вложенных денег, которые туда, грубо говоря, отнесены, прирост на сегодня за этот год, за полгода, там, ну, порядка 30% к вложенным деньгам. Ну, я считаю, это неплохо, но относительно Дубай очень сильно сомневаюсь. Вроде, как говорят, рынок не переоценен, но то, как жадно там скупают недвижку, мне кажется, это вот такой огроменный пузырь, который скоро так кто-нибудь проколет, и он так сдуется. Ну, я не хочу в это верить, но я об этом постоянно думаю. Ты купил недвижку в Дубае, которая за полгода выросла на 30%. Ну, условно, 100% отнес, на 30% выросла. Но смотри, тут важный момент. Она на 30% выросла по рыночной цене. Вопрос, купят ли ее еще сейчас за эти деньги? То есть в цифрах, если считать, условно, квадрат стоил столько, сейчас он стоит столько. Вопрос, купят или нет, это вопрос. Я к тому, что в месяц, условно, у тебя, если считать, получается, у тебя по 5 тысяч добавлялось. Ну, на словах, да. По факту надо продать, посмотреть, как бы прибыль, когда ты ее зафиксировал. Понятно, что уступить тебе, поторговаться, все такое, но факт в том, что она выросла на 5 тысяч. Ну, по рыночной цене типа. Это только сейчас, только у тебя одна недвижимость? Ну, нет, мы еще с тобой в Бишкеке купили пару месяцев назад. К чему я веду? Доволен ли ты? Потому что у тебя есть сравнение, смотри, мега крутым рынком, который сейчас на пике, возможно, это еще не пик, дубаевской и бишкекской. То есть, это разная по весовой категории недвижимость, да, инвестиции. Ты туда тоже зашел, ты обратился ко мне, мы случайно с тобой пересеклись, говорит, помоги мне купить, надежно зафиксировать свои деньги. При хорошем этом раскладе приумножить. Сейчас, какая ситуация там? Ситуация классная, очень тебе благодарен, потому что, опять же, там, к ложенным деньгам, если посчитать, то рост примерно так, 25-30%. Серьезно, я просто не слежу за этой темой. Ну, да, мы с тобой взяли, там, 3, ну, 2,5 объекта, скажем так, не к стоимости этих объектов. Тут же важно считать, да, там, не важно, сколько он стоит, важно, сколько ты отдал и насколько он прирос. Да. Вот, ну, я так считаю, может, это и неправильно, но, конечно, если от общей стоимости брать, то, конечно, оно настолько не выросло. Но я столько и не отнес, я-то отнес меньше, и сейчас уже могу продать на 30% дороже. В этом доме самое интересное, что там еще только первый этаж, монолит заливают, а там уже нет квартир. Да, но это факт, и из этого... Ну, однушек. Тут, как бы, не нужно думать, что мы там пентхаусы набрали. Нет, мы несколько однушек купили, а и в этом доме не осталось однушек. Я к тому, что я не хочу казаться человеком, который, там, не знаю, приехал, там, советскую, там, или чуис купил. Нет, мы купили с тобой две однушки, парковку, в этом доме нет однушек. То есть, условно говоря, а люди любят однушки. Сейчас, мне кажется, если ее выставить, ее заберут. На нее была охотница. Ну, да. Потому что сейчас там дефицит. В общем, к нам обращаются частенько по поводу инвестиционной недвижимости. И если у вас есть какие-то вопросы по поводу инвестиционной недвижимости, вы обязательно пишите, постараемся помочь. У нас есть услуга под ключ. В этом и была идея классная. Ну, почему именно с тобой? Это вообще была случайная встреча, и не было цели что-то в Бишкеке покупать. Просто заговорили, я у тебя сам спросил, есть ли что-то такое, ну, что можно купить. Естественно, я как все, ну, тут в основном аудитория Бишкекской, мне первая мысль – Южная магистраль. Вот это вот там вот все, вот сейчас движуха, все-все-все. Ты мне предложил совсем другой район. Ну, как бы, когда ты мне показал реальные факты, да, вот эта история там со смоком, что там все вот, там, раз, там, в эту сторону, там, ветер не дует, там, еще что-то. Ну, такие вещи, о которых, ну, обычный человек, ну, в принципе, никогда не узнает. Там история вот с этими документами, с красной книгой, с зеленой книгой, оказывается, в Бишкеке это тоже с зеленой книгой, там, я так понял. Просто здесь тебе, ну, голову оторвут, если ты построишь на такой земле, а там, я так понимаю, там не оторвут. Если у тебя есть нужный телефон, там не оторвут. Когда мы с тобой зашли, там вообще все прям затряслись. Ну, я потом понял, почему я, когда ролик посмотрел, когда ты разнес эту компанию, они подправили все документы, как положено, и потом я понял, почему они так шугнулись, когда мы с тобой зашли. Вот, ну, это круто, результат классный. Было бы больше денег или будут еще какие-то объекты, то давай-давай дальше двигаться. Все хорошо, если будут еще какие-то интересные вещи по поводу инвестиций, как раз мы сейчас сюда больше углубляемся и считаем цифры, и нам самим это интересно, и в каких-то местах мы там участвуем группами, и если будут какие-то предложения, я тебе буду говорить. Следующий момент, который я хотел уже отойти от этой темы, по поводу, немного мотивационные хочется, да, вот. Скажи, пожалуйста, ты сюда переехал с семьей, и момент, когда тебе было здесь, ну, не прям просто. Ну, не прям просто до сих пор, вот. Москва это не всегда, да? Москва, в принципе, вообще никогда не просто. Это больше, наверное, мой такой настрой. То есть я приехал сюда фигачить, пахать, 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 пахать. И сейчас вот только там к 30 годам я там начал задавать все такие, может, это вот это вот, как это называется, там, у мужчин в 30, что это там происходит, как это? Переломный момент. Ну, типа переломный момент, да, а что, а зачем, а для чего, а нафига эти обороты, а нафига вся эта движуха, ну, условно говоря, там, делай сам 4 объекта, ты, грубо говоря, заработаешь те же деньги. Ну, то есть зачем тебе там вся вот эта движуха нужна вообще в целом? Ну, я сейчас вот в процессе того, чтобы ответить себе этот вопрос. То есть у тебя уже такие риторические вопросы появились? Ну, вот они почему-то появились сейчас, да, я больше всего о них думаю, потому что, ну, а зачем там команда, вот у меня там, ну, сейчас меньше, пришлось как бы нам сокращаться из-за всех происходящих событий в мире. Ну, там, на пике 40 человек, да, со всеми надо что-то делать, всем надо зарплаты платить, там, вот сейчас у нас, вот сейчас у нас 5 помещений, там, 2 производственных, один склад, шоурум и один офис. Вопрос тоже зачем? Ну, как бы, почему бы там, ну, как? Зачем вот этот вот масштаб, для чего? Вот как раз-таки, когда я приехал, у меня была мотивация, вот это все, чтобы у меня было. Сейчас у меня как бы вот это все было, я тебе вопрос себе задаю, а зачем? Да, там, вот я в поиске решения. То, что мне сейчас хочется, это мне хочется, потому что Москва, она, ну, здесь нет жизни, если ты, ну, то есть, как скажем так, здесь есть жизнь, если ты ее выбираешь, здесь нет жизни, если ты ее не выбираешь. То есть, ты либо деньги выбираешь, либо жизнь. Пока у меня не получается выбрать и жизнь, и деньги, ну, не получается совместить. Если много жизни, мало денег. И я вот хочу сейчас в поиске, у меня мотивация на сегодня, чтобы было, пусть немного, достаточно денег для меня, моей семьи, для моей команды, чтобы всем было комфортно. И в этом всем была жизнь. Опять же, у меня и у моей команды. Потому что, если у меня нет жизни, то и у всей моей команды нет жизни. А те, кто из моей команды выбирали жизнь, они, как правило, вылетали, потому что мне нужны были всегда люди, которые так же, как и я, готовы жертвовать, 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 херачить, как Папа Карло с утра до ночи. И не все выдерживали, а сейчас я думаю, блин, ну а что дальше? Ну еще 10 лет такие, еще жить вот так, а что дальше через 10 лет? И вот сейчас вот такие вопросы, хочется жить, развиваться, чтобы Кайманда кайфовала, я кайфовал, семья моя кайфовала. Как это сделать, я пока не знаю. Что нужно человеку, чтобы, условно, вот ты прошел вот этот период, у тебя период был непростейший, я сейчас вижу, что ты соскучился по простым разговорам, потому что Москва, она же съедает, по большому счету, ты не можешь с человеком нормально по душам поговорить, вот этот факт, вы приезжаете в Москву, деньги, четкость, что опоздал, давай конкретно, то есть вот темп, бешеный темп. Хочется немного расслабиться, я чувствую, что ты остался после работы, хотят ей к семье ехать, мы приехали, то есть у тебя, возможно, какой-то есть, ну, то есть кайф в этом, да, свой вайф. Ну, тут, скажем так, если ты хочешь здесь заработать денег, ты их заработаешь, ну, надо пахать. Вопрос только ради чего, зачем, ну, если у тебя есть ответ на этот вопрос, как бы паши. У меня был ответ на этот вопрос. Не супер, как ты вначале говоришь, там, успешный успех. Да, есть какой-то результат, плюс-минус это тот, к которому я хотел. Там понятно, что в мечте, в мечтах, там, есть миллионы, миллиарды. Но если плюс-минус сейчас взять, открыть мои, там, тетрадочки цели на год, то там я чуть ли в цифрах, чуть ли не один к одному, как бы, приходил. Да, там открыть сейчас, там, не знаю, двадцать первый год, двадцатый год тетрадочки. И вот, как бы, динамика, она была офигенная. Я, типа, к этому пришел. Сейчас вот эта вот история, вот этот весь кризис. Где-то внутри грустно, что, типа, там, много что сейчас поломалось, посыпалось. Но, с другой стороны, если бы это не случилось, я бы просто в этом колесе, грубо говоря, обороты бы росли, людей бы становилось больше, 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 больше. Я бы продолжал в нем, как бы, бежать, 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 бежать. А сейчас вот из-за того, что вот что-то меняется, больше времени, что-то анализируешь, думаешь, и вот возник вопрос, а что, зачем там, и так далее. Ну, если человек, скажем так, 3-5 лет назад мне кто-то что-то говорил, там, советовал, я вообще никого не слышал. Вот у меня есть в голове, там, ну, я как бы шел. Сейчас пришел, мысли другие, вектор другой, идеи другие, цели, планы. Ну, мне кажется, каждый просто свой путь должен пройти. То есть мою историю, ну, сложно повторить, да, ну, нереально. Каждый должен свою историю. Я тоже чужие истории пытался повторять, не получается. Моя история нормальная. Как только я начинаю повторять чужую историю, вообще все ломается. Поэтому, ну, там, повторить историю стекольщика с бишкека в Москву, ну, можно, но это каждый должен свою сделать историю. Сделать азиамол уже не получится. Начать заниматься фурнитурой, ну, тоже не получится. Так, как я начал, да, я начал еще с бишкека. Ну, каждый может, ну, по-своему, свой путь строить. Есть цель, иди, достигай, и все. Вопрос тебе как человека, который уже, ну, есть опыт, это у тебя точно. У тебя есть дубайский опыт, бишкекский опыт, московский опыт. Как, условно, человека, который инвестирует в недвижимость, в землю. Начинающий инвестор, что ты посоветуй? Из-за отсутствия образования, да, финансовой грамотности. Я не имею, у меня есть образование, я закончил славян, там, на бюджете учился и так далее. Но это не образование, это было ради родителей. Там ничему не научат, если что, ребята, вы имеете ввиду. Из-за отсутствия... Эконом. Я из-за отсутствия финансовой грамотности, ее... Не обижайтесь, можете мне в бишкеке что-нибудь сказать. Ее, в принципе, в бишкеке у молодежи нет. Нас никто этому не учит. И наши родители, они тоже финансово неграмотные. Основная масса. У меня были попытки, я там всякие разные истории вкидывал там с друзьями, напросился в их проект. Да, в итоге у меня ни друзей, ни денег. Потом была история во всякие разные... Просто на доверии тоже пошел к человеку, занес денег в его проект. Но это уже было здесь. Оказалось пирамидой. Потом здесь зашел один проект. У меня в бишкеке был опыт по прокату авто. Я купил внедорожники, у друга был прокат машин и они работали. Вот только потому, что это друг, мы внедорожники окупили за год. Он меня не кинул. Все, я им очень благодарен, классно получилось. Потом, когда я сюда переезжал, мне же надо было мосты сжечь. Я там продал тачки, здесь нашел похожую контору, принес им туда деньги. Там я зашел машинами, а здесь деньгами. Меня кинули. Полтора миллиона рублей и все, их нету просто. Все, что там было заработано, здесь было просажено. Это все из-за отсутствия финансовой грамотности. Параллельно со всем этим, что можно было делать? Можно было на эти деньги покупать хоть в бишкеке землю, хоть здесь землю, хоть где-то в регионе. У меня родители на тот момент жили в Воронеже. Их соседние участки вокруг стоили по 300 тысяч рублей. Когда он стоил там 300 тысяч рублей, я сюда привез полтора миллиона и отдал этому придурку, который не только меня кинул, там 20 человек кинул. Тогда я мог скупить пять участков. Сегодня каждый участок стоит двоечку. У меня ни полтора миллиона, ни участков. И к недвижимости я и пришел как побитая собака. Поэтому вот относительно недвижимости и вообще в целом, что я для себя решил. Первое, везде, куда ты залазишь с деньгами, это должно быть под твоим контролем. Все оформления, все-все-все на тебе. Второе, никаких займов, долгов друзьям и так далее. Вот вдруг там, я не знаю, что-то там его, грубо говоря, убивают, миллион требует. От души 100 тысяч дай, отпусти и скажи, брат, вот все, забудь, ты мне ничего не должен. Миллион не давай. У него потом будут деньги, он купит себе тачку, там еще что-то, он тебе так и не принесет. Вот у меня сегодня, вот за последние три года, я людям, ну реально от души занимал деньги. Близким людям, не чужим, чужим не давал. Близким людям, вот рядом, которые просили, примерно два с половиной миллиона рублей. Ни один не отдал, ни один. А отношения ты поддерживаешь? Нет, конечно. Ну какие отношения? Так мы зачем сюда пришли, чтобы занять деньги? Не, ну уже не получится. Вот, поэтому на сегодня, во-первых, недвижку я рассматриваю как копилку, потому что сейчас, ну раньше такого не было, сейчас вот эта история с рассрочками, она очень удобная. Ты по чуть-чуть несешь, не несешь, попробуй накопи там 50 тысяч долларов, да фиг ты их накопишь. А по чуть-чуть, по чуть-чуть, по копеечке, по 500 долларов, по 1000 долларов ты туда вкидываешь, кидываешь, кидываешь и вот у тебя, пожалуйста, ты накопил. А еще, если, ну я так себя всегда настраиваю, конечно, хочется в голове заработать, но я себя настраиваю, моя задача накопить. А если она вырастет, ну вообще офигенно. По касательно недвижимости, если у вас есть деньги, вы не знаете, что с ними делать, это только недвижимость. Только недвижимость. Никакие вообще левые проекты там, ни еще чего-то. У меня еще есть опыт акций, криптовалюты там и так далее, там тоже, в принципе, хороший опыт. Но опять же, из-за неопытности, неграмотности заработано намного меньше, чем могло было быть. Там вопрос уже жадности и опять же, неграмотности. Ну, была возможность заработать, да, заработал, но туда надо заходить прям на чуть-чуть. То есть, условно говоря, у тебя есть там 100 тысяч долларов, ну на десяточку заходи. Ну, все равно меня никто не послушает, занесут сотку, просрут все деньги, потом опять… Потом вот, говорит, гребаная луна. Гребаная луна, не, ну в луну я не заходил, кстати. Ну, я знаю людей, кто на ней очень много потеряли. Можем подытожить так, потому что вот мы в инвестиционную тему заходим, у нас есть спикеры, которые являются профессиональными консультантами и бизнесменами, как правильно назовем, бизнес-коучи, да они? Да. И он сказал, что недвижимость, ребята, если вы не инвесторы и вы не умеете, это первая ступень – это потренироваться, чтобы понять вообще, как это работает. То есть, это… Вы не прогорите, потому что это как… Это фундаментки… Ну, понятная вера, что это долгостроит, это все моменты. Ну, по поводу «не прогорите» в Москве сейчас одно объявление висит, все угорают над ним. Пентхаус год назад стоил 400 миллионов рублей, сейчас продают за 220. Поэтому вопрос «не прогорите», ну, если 180 миллионов рублей – это не прогорите, ну… Это имеется в виду, если брать в большом проценте, то 20% вы по-любому в долгострою можете попасть, документы, еще что-то, но 80, ну, то есть большая часть процентов – то, что это фундамент, это… Ну, бетон, бетон. У меня дедушка-строитель, он всегда говорил, стройка, она всегда будет, и какая бы задница ни была в мире, вот сейчас в мире просто вообще такое ощущение, что как будто вот все, вот еще пару недель и конец света, то есть столько всего происходит, блин, стройки как вот шли и шли, им вообще пофиг. Цена как бы росла, так и растет, и причем во всем мире растет. У меня в акциях был портфель, я его разогнал до полумиллиона долларов, зашел на 100 тысяч. Он вырос, и я не знаю, что с ним делать, мне хочется еще. Параллельно с этим был человек, с которым я хотел посоветоваться, он говорит, с прибыли 20% мои. Я тебе скажу, что надо сделать, с прибыли 20% мои. Я прикинул такой, блин, короче, что-то дофига, и лишил сам. В итоге я зафиксировал 200 тысяч. Если бы я его послушал, скорее всего он бы меня направил. Ну, неизвестно, что было бы, но суть в том, что я, ну, условно говоря, потерял 300. Ну, как потерял, я их заработал, и потом они опять сдулись, а мог зафиксировать. То есть 300 тысяч долларов. Я таких денег в жизни даже в руках не держал, чтобы вот так вот, а они вот были, условно говоря, в телефоне, в приложении. Одно мое решение, решил пойти сам, ну, вот как бы урок стоимостью 300 тысяч долларов. Я мог обратиться к профессионалу, условно там отдать ему 50 и заработать гораздо больше. Надо искать профессионалов, кто в этой теме. Но, опять же, особенно в Москве, ну, их сложно найти, потому что здесь все друг друга нагибают, рассказывают сказки в уши. Поэтому пробовать маленькими суммами. Вот сейчас у нас, допустим, вот, допустим, если говорить про Бишкек, вот я только с тобой. Здесь есть тоже человек хороший, то есть мы всю недвижку там покупаем, продаем там с ним. То есть я думаю, что каждый должен найти своего человека, который помогает в определенном сфере. Либо погрузиться, разобраться во всем этом самому. Ну, условно говоря, если у тебя недвижимость, крипта и акции, ну, блин, ты во всем, еще и стекло, и фурнитура, и там вот это, вот это, вот это. Ну, ты во всем, вот в крипте там есть человек, он, ну, он вообще, я не знаю, если б я его год назад, ой, год, пять лет назад знал, еще в семнадцатом, когда заходил, там, мы первый биткоин по три восемьсот покупали. Если б я его тогда знал, блин, ну, я бы сейчас уже вообще жил где-нибудь в Майами. Мы недавно только, вот я о нем узнал, и это как мой проводник в крипте, там, в недвижке в бишкеке, там, это ты здесь. Ну, здесь пока про недвижку лучше не думать здесь. Лучше свяжитесь с Баха и купите в бишкеке. Ты предприниматель, в тот момент, когда мы играли в КВ с Русланом, да, мы условно потратили этому пятнадцать лет, ты играл в предпринимательство. Я знаю твою историю в бишкеке, с чего ты начинал. С какого момента. Ты на Артасайском что-то продавал, я помню, ты везде был, расскажи. Мы занимались, там, детскими домами, беспризорниками, и у меня друзья были, они были повары. И мы, как бы, для беспризорников, там, еду готовили, там, ну, и все такое. Они готовили корейский салат, ну, вот этот морковь, да, и я просто сидел, смотрел, делал, ну, блин, вкусный, классный. Ну, что-то мне понравилось, я дома приготовил. Гостей позвали туда, все такие, ва, нифига, какой классный салат. Салаты, когда покупаете, иногда думаете, что покупаете. В общем, гости не все доели, я много сделал. В народном магазине вот эти пластиковые штучки есть, ну, мама их у меня всегда собирала. Дома была, короче, стреч-пленка. В общем, все, что осталось в чашке, я разложил, ну, я еще в школе учился, я разложил по этим контейнерам, помыл их, разложил, все. Но это не в смысле не старелок, это в чашке вообще осталось, оно чистое. Вот, а потянул стреч-пленкой в пакет и по магазинам пешком, короче, пошел. Говорю, вот я салаты делаю, там, ну, не документов, там, ну, вообще, ну, какой же школьник вообще. Девятый или десятый класс это был. И я, короче, за неделю в 8 магазинов начали покупать мои салаты. Вот, и, в общем, я их начал делать, делал, делал. Получается, школа с утра в школе, после обеда, математика, там, ну, готовился к поступлению в этот славян эконом. И ночью делал салаты, вот. И потом их, соответственно, разносил с пешком. Ну, естественно, машины не было, маршрутки и там, и так далее. Причем я жил в этот момент в Новопокровке, а салаты у меня покупали в десятом микрорайоне. Я их на маршрутке в пакетике возил. Вот, потом я выращивал чеснок, я выращивал малину. Ну, мы жили в Новопокровке и... Ну, это когда я в школе учился. И продавал в Бишкек? Не, малину мы на Аламендинске возили. И на трассе тоже стоял, продавал. У меня у друга, у бывшего друга, теперь это стекольщик. У него сестра готовила блины вкусно. Ну, она вообще вкусно готовила. И они, короче, делали, они продавали на дурдой. Возили в тележке. Я такой, окей, давайте, я тоже хочу. Мне тоже готовьте, я вас буду покупать, буду перепродавать. И я на Артасайском на коляске, у меня сестренка уже выросла, я на ее коляске возил. Вот, ну, оказывается, на Артасайском там своя мафия. Если ходили, видели, там, женщины вот возят. Я думал, ну, это обычные кто-то готовят. Нет, потом ко мне подошли два мужчины. Говорят, это наша корова, мы ее доим. Вот, но они меня шугнули. Я тоже много походил. Ну, мои блины там, ну, как мои, вот, ну, блины, которые я продавал, их любили. Их прям, прям покупали. И, видимо, им это очень не понравилось. Меня оттуда шугнули. Я продавал елочки из Германии. Тоже выращивал, продавал. Что еще такого движникового было? Ну, такое вот то, что в памяти. Вот это. Как-то так получилось, что много чего связано с землей. Ну, потому что у нас было там чуть ли не 30 соток. Что хочешь, что и делай. Я особо там ничего не умел, да. На земле что-то умели. Выращивали, продавали. А потом серьезно, когда началось? Ну, основные деньги, основные, как бы, активы. Все мои вот эти печальные истории с экспериментами. Это же все потерянные деньги. Это все стекло. На самом деле стекло, да. Я вообще, мне, если бы стекло было живое, женщина или мужчина, ну, вот именно как ниша, она бы на меня обиделась. Потому что я ее все время даю, даю, даю. Короче, она больше мне дает, дает. А я из нее выкачиваю, выкачиваю, выкачиваю. Вместо того, чтобы, ну, одно что-то развивать, я там то в прокат, то туда, то там в ментальную арифметику, то там в эту засуну, то там вообще в какой-то проект левый засунул, там, связанный со ставками. Ну, я в них не шарю. Человек, которого я верил, слушал, он, ну, я по доверию туда зашел. А он, короче, кинул потом там тысячи человек. Сейчас вообще там скрывается в Европе. А это все давало стекло. Это, грубо говоря, ниша оплачивает весь банкет, вот скажем так. И фурнитура, то, что сейчас у меня, ну, очень хороший склад, это тоже все стекло. Просто я, ну, не покупал там, у меня там машины, да, нет. Или там дачи на Рублевке нет. Ну, зато есть, как бы, фурнитура. Вот все, все мои деньги, они сейчас там. Но это все стекло. Бахтияр говорит, рекламируй. Ну, в общем, я прорекламирую тогда. Много кто мне пишет в Инстаграме. Ну, как много? Немного. Человек 15 за последние два года. Типа, научи, покажи, расскажи, нам нравится твоя история. Ну, потому что я в Инстаграме иногда пишу там, как дела, какие результаты там. Условно говоря, там, я когда в Москву переехал, я писал там 20 сделок, 30 замеров. Ну, как бы, и меня это мотивировало, надо что-то писать, люди же читают. Вот. Ну, потом на пике у нас было там, ну, в начале вот 10, 15, 20. На пике у нас было 200 договоров за месяц. Вот. Но это жестко, это жестко. Мы не были к этому готовы, мы максимально обосрались. Ну, конечно, мы обязательства выполнили, но с очень, очень тяжело. С задержками, с просрочками. Не 200 изделий, а именно 200 договоров. А где-то могло быть в этот момент по 12 там изделий, душевых там и так далее. Я к чему это говорю? Люди, которые писали, спрашивали, там, научи, покажи, расскажи. Я сейчас готовлю классный, прям вот. Ну, по сути, это материал для моих сотрудников. Я сейчас его упаковываю в такой курс, да. Сейчас все продают курсы. Будет называться Академия стекольщика. К лету он будет готов, он будет работать по подписке. То есть вы можете, вот, знаете, вот там, Литвин, всякие ставки на спорт, крипту, курсы рекламируют, продают за копейки. Люди деньги теряют, ничего не зарабатывают. В моем случае, вот я Бахтияру рассказывал, он знает эту историю. У меня было много друзей, которые у меня в компании работали. Родственники. Уже не друзья. Ну, родственники, они по-любому, там, как бы, не откажешься, да, от родственника. Но мы точно не общаемся, но они все стекольщики. Они все через меня прошли, они все зарабатывают деньги. Да, если они в сумме даже все соберутся, они, как бы, ну, меня, как бы, не догнали. Звучит пафосно, но это, как бы, факт. Но они все содержат свои семьи, они могут позволить себе, там, где-то ездить за границей, машины покупать, там, и так далее. Мне друг, наш общий знакомый с Бахтияром, Днияр же мне сказал, Бастонов, говорю, слушай, у тебя лучше всего, получается, стекольщиков воспитывать. Тебе надо, говорит, курсы открывать. Он мне это сказал в Бишкеке пять лет назад. За эти пять лет я еще человек семь воспитал, и они все стекольщики, все зарабатывают. И я решил сделать из этого вот такую вот академию. Ребята, очень круто. А сколько будет стоить? Я не знаю. Ну, я думаю, тысяч сто, двести в год, типа подписка, знаешь. То есть человек может в любое время, ну, как в любое, в определенное время обратиться, мы всегда поможем. У меня же команда проектировщик. Я могу сказать точно, что такое двести тысяч, допустим, да. Это нужно продать примерно шесть-семь конструкций. Просто шесть-семь душевых. Продать, установить. Ну, вот мы за сегодняшний день и за вчерашний продали там штук девять. Да понятно, ты с Москвой сравнишь. А или с Бишкеки? Ну, слушай, ну, в Бишкеке, ну, он отобьется их за месяц. Он их отобьется. Слушай, у вас Инстаграм работает, у нас Инстаграм не работает. Вот это грустно. У вас Инстаграм все залил, я все буду предоставлять. Фотки, все материалы, все свои работы. То есть человек сразу будет выходить красиво упакованный с портфолио. Ребят, у нас с вами влог превратился в обустройство и поиски работы. То есть, ребят, если вам нечем заняться или вы не знаете, руками головой дружите и не знаете, какую нишу изучить, есть у человека реальный бэкграунд. Семь лет он вырос с Бишкека до Москвы и справляется с этим. И у него есть инструкция, как вырасти, и он может вам поддерживать. И как не надо делать. Ну, это единственное, что надо понимать, что надо будет пахать. То есть, это не та история, где тебе говорят, ну вот ставочку вот здесь на зенит ставь. Нет, здесь надо будет пахать, ездить по объектам, замерять, носить стекла, выгружать. Вот я просто Бахтияру сегодня говорю до съемок, да, там про успешный успех мы заговорили. Но я сегодня, блин, сел на нашу газель, нужно было срочно кое-что привезти. Людей на базе нет, все разъехались. Ну, блин, ну сел и поехал, да. Что, что я там начальник? Ну, сел, привез, выгрузил и как бы окей. Ну, вот эта ниша, в ней, к сожалению, так всегда. То есть, в ней нужно работать. Но в ней точно есть живые деньги. Ну, вот как я говорил, да, все, что у меня есть, это все стекло. Вот офис, вот эти вот дорогие стулья кожаные, вот этот стол, это все, это все стекло. Зарабатывать можно. Зарабатывать можно, но нужно пахать. Так что, ребята, если будет вам интересно вдруг, подписывайтесь на инстаграм, ставлю твой инстаграм, там, следите, все новости там, и как раз, когда будет готов курс, он там объявит. Так что, имейте в виду. В Москве сейчас недвижка сильно упала. Стоит ли, ну, она на низах или еще ниже упадет? И стоит ли сейчас ее покупать с верой в то, что она вырастет? И какой горизонт, срок какой, когда она вырастет примерно? Ты сказал неправильно, потому что недвижка в Москве не упала. Причина, почему она должна была упасть, всем очевидно, но она не упала. Да, дорогая недвижка упала, но я сужу по своей квартире, она не упала от слова совсем. Земля выросла. Условно говоря, вот есть у тебя кэш, ты хочешь его увеличить. Есть место все, где я бы хотел, например, купить. Ну, кэша у меня нет, но я бы хотел там купить, если бы он был. Но у меня нет ни одной объективной, понятной причины, почему оно вырастет через 3-5 лет. Куча причин, почему оно упадет, но нет причины, почему оно должно вырасти. И, может быть, я сейчас, конечно, ошибаюсь, и оно там вырастет, но я бы сейчас здесь не покупал. То есть вероятность, что оно упадет, по моему неопытному взгляду, намного больше, чем оно вырастет. В конце я бы хотел обратиться к нашим бешкекским ребятам, кто занимается стеклами и фурнитурами. Если вообще желающие, кто хочет себе фурнитуру дорогую, крутую, да и простую, там, комфорт, да, класс. У нас точно лучше фурнитура, чем в Айнакстане, вы можете посмотреть. Айнакстан, привет, я знаю, что я вам был как кость в горле, и поэтому... Все, короче, Айнакстан и эконом славяна. Все, тебя ждут в бешкеке очень сильно. Не, на самом деле, смотрите, для стекольщиков, ну, я не знаю, смотрят или нет, в бешкеке есть люди с деньгами, которые любят качество, и они готовы платить. Чтобы вы понимали, вот, если стекольщики смотрят, сейчас средняя цена душевой от 60 до 90 долларов за квадратный метр. Когда я там жил и работал, мы продавали 150-180 долларов за квадратный метр. То, что сейчас происходит, вы сделали это сами. Бодаясь, друг, продавая все то же самое, вы уронили рынок вообще просто в ноль. Вы можете вот сюда прийти, договориться с нами, мы вам дадим какой-то эксклюзив, работаете по Кыргызстану только на нашей фурнитуре, и продавайте также по 150-180 долларов. Пускай другие продают 20 душевых и зарабатывают на этом копейке. Вы 5 продадите, заработаете больше, чем они. Только благодаря фурнитуре. Оно так и есть, на самом деле. Вот мы душевые продаем от 90 до 100, от 70 до 100 тысяч рублей. Конкуренты продают за 40. Мы можем сказать, что твоя бизнес-модель это все равно премиум и типа чуть меньше продают, но заработают в принципе то же самое, чем мучаешься в… Смотри, она может быть премиум, а может быть эконом. Тут еще человек выбирает. У тебя и премиум, и эконом. Ну, у нас основной объем мы давим на премиум. Ну, богатые люди, они… ну, с ними интересно. Они задают совсем другие вопросы, смотрят совсем по-другому, они думают совсем по-другому, они не думают, что ты пытаешься их обмануть, потому что они знают, что такое качество. Вот там, условно говоря, ты покупаешь дорогую обувь, вот у меня там есть ботинки, да. Блин, ну и ходишь, 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 они не убиты. А есть кроссовки там за 3 тысячи рублей. Блин, ну они убиваются просто нереально. И понимаешь, почему богатые выбирают качество. Да потому что я в этих ботинках уже 5 лет хожу, и они как новые, понимаешь. А кроссовок я уже 6 штук поменял. И вопрос, да, тебе там стоили 15-е, кроссовки по 3, это 18-15, я где выиграл в итоге? Как бы мы больше относимся, наверное, с вами к категории бедных, и мы совсем не те вопросы задаем, и смотрим совсем не то, и мозг выносим за вот эти наши 3 копейки, которые мы отдали. Мы думаем, что он за эти 3 копейки должен нас облизать со всех сторон, да. А богатый человек, он знает цену деньгам, он знает цену времени, он спокойно тебе отдает там котлету денег. Да, он спросит с тебя, как бы ты говно просто не делай, а если ты сделаешь нормально, ну он за это заплатил. Проблема в том, что люди, продавая дорого, ставят говно. Вот это самое плохо, вот это самое плохо. Тогда с богатой с тебя так спросят, что так, как бедный даже не умеет спрашивать. Давайте прокачивать свое сознание, мышление и свое мировоззрение, чтобы мы были богатые вот здесь вот в первую очередь, а потом уже вот здесь вот. Так что я думаю, мы в правильном направлении, что общаясь, условно, друг другу помогая, прокачиваясь, да, например, ты для меня, условно, чувак, который ушел вот просто так вот, фук, обрезал, ушел в бездну, условно, и там добился свое производство, у тебя есть большой штат людей, ты выстроил систему. Я у тебя, например, очень, ну то есть я мотивируюсь, круто, думаю, блин, чувак в Бишкек, как приехал один с семьей, да, ему уже все назад нельзя, у него ребенок, жена и все, он говорит, ребят, все, я остаюсь здесь и я херачу. Я бы так не смог бы, да, у меня не хватило бы яиц, приехать сюда и с семьей, ладно мне себе по молодости, там, а, так пофигу, погнали, там, в хостель поживу, там, разберемся, да. То есть можно было куда отступать, а у тебя не было возможности. Ну, сегодня я иногда думаю, интересно, вот если бы сегодня я так сделал, сделал бы, не сделал, ну не знаю, наверное, бы не сделал. Я не знаю, это возраст или что, или желание вот что-то поменять в жизни, что это было, не знаю. Ну, я говорю, я бы не сказал, что, конечно, это успешный успех, но, ну, было тяжело, но при этом было классно, есть что вспомнить. Да, короче, надо просто делать, да и все. Сейчас я вот чуть-чуть обленился, чуть-чуть меньше мотивации, какие-то вот эти философские истории в башке происходят, не хочется сильно в них застрять, да, там, на 3-5-10 лет, да, хочется сейчас вот определиться в течение, там, полугода и дальше куда-то топить. Знаешь, у тебя борются две сущности, Москва и Бишкек. Бишкек – это, типа, лай, давай пообщаемся, прям походим, да, душевность, а Москва говорит, давай херачить, если бы ты в Москве родился, ты бы не понимал бы, ты бы, да, все, херачим с утра до вечера. Нет, москвичи так нет, в основном приезжие все, приезжие. А москвичи таким, как мы, квартиры сдают и где-нибудь в Испании живут. Хочется подытожить. Ребят, если вы смотрите этот влог, значит, вам интересна недвижимость и наверняка вам теперь интересна инвестиция в недвижимость, если вы пробуете, изучайте в первую очередь, узнавайте, общайтесь, договаривайтесь, то есть узнавайте больше информации. И недвижимость – это, наверное, такой плацдарм, где вы тренируетесь. Более серьезные вещи, я думаю, уже потом, как ты говоришь, там можно потерять больше денег. Здесь ты хотя бы зафиксируешься, не потеряешь деньги. Ну, сохранишь, да, я бы вот так рассматривал. Сохранишь, именно сохранишь. Твое, наверное, заключительное слово, если есть что сказать. Я бы так сказал, наделать максимальное количество ошибок как можно быстрее, то есть не затягивать с ошибками. Условно говоря, когда ты ошибся в 40, делать какие-то выводы и делать новые действия, наверное, будет сложнее. Вот там до 25, до 30, так наошибаетесь, так лоб разобьете, чтобы потом было чуть-чуть полегче. Вот будет ли полегче или нет, я пока сказать не могу, но лоб я поразбивал так нормально. Но в целом живой и как бы ничего страшного, лоб заживет. Все, отлично, я думаю. Все, ребята, подписывайся, ставь лайки во лайки и пиши, что понравилось, что нет. И мы читаем все ваши комментарии. Все, увидимся в следующем влоге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok